Встаю, жду Викторию, вон она идет И подходят тут ко мне разные люди и просят денег Одному надо уехать в Краснодар, другой Христа ради просит на какое-то там жилье ему надо снять И в общем все они чего-то просят, что-то хотят, но все действуют от имени Бога А один даже выше Бога стоит, знаете, он говорит, дай Бог тебе, ну я когда дал ему денег, он говорит, дай Бог тебе всего-всего там, что ты себе желаешь В общем пожелал мне, ну вы поняли суть, сейчас я подъеду к Виктории Суть в том, что этот дяденька, он управляет Богом, он сказал, дай Бог В смысле, вот он сказал, что Сейчас Ну вот, я ж пока тебя ждал с гипера Подходит, один подходит Вот тут у него на груди написано Ну, на себе не буду показывать На груди Беженец, бездомный, инвалид Все написал, собрал Помогите Христа ради Ну, этот вроде как от имени Христа Просит денег, ладно, понятно Через пять минут подходит другой У меня барсетку украли Ну что Ну вижу, здоровые мужики Баулы тащат, видать Какие-то вещи у них там или еще что-то В общем, ну, одному дал, второму дал Потом третий подходит Но самое интересное Что я заметил Все эти люди действуют от Бога Они посланники Божьи А один даже выше Бога В чем расскажу Когда он сказал, дай Бог тебе Здоровья там, всего хорошего Думаю, это ж надо Это, значит, получается Богом управляет, да? Он же говорит, дай Бог Он ему дает команду Богу Что дать мне все О, какие сильные люди Как такому не дать там 50 или 100 рублей? Конечно, дашь Если они, вон, управляют высшими силами И вот они там, видимо, у них очередность какая-то есть Потому что они два одновременно не подходят Смотрю Подошел один Через пять минут другой Потом третий И там, получается, у них как автостанция какая-то В Гиппере Получается, они оттуда стартуют Просит денег и уезжает потом, значит Кому в Краснодар, кому в Армавир В общем, во все стороны нашей необъятной родины Они оттуда разъезжаются Главное, что дать им денег на это дело Как только дал денег Смотришь, а он уже на другом вокзале Был сначала в Гиппере Потом уже на автовокзале Я их многих вижу Даже некоторых знаю там Ну, один цыган подошел Один, думаю Цыгане тоже просят Но это подошел парень И вы знаете Он меня удивил Он говорит Дядька Они все говорят Дядька А сколько твоя машина стоит Я говорю А тебе зачем Хочу такую купить Вы знаете Впервые цыган Захотел купить такую машину Твои же сородичи не хотят Они только просят Дай мне на хлебушек Хлеб даешь Они хлеб не берут Дай мне денег А этот парень Цыган Подошел и спросил Сколько стоит машина И он хочет такую машину И вы знаете Земляне Я скажу Что у него будет такая машина Потому что Раз он задумал Захотел такую Он обязательно ее будет иметь Это единственный цыган Вот если он меня смотрит Этот цыган И возможно потом Когда он купит такую машину Может быть он будет смотреть Мой канал Я Вот уверен в том Что у него эта машина будет Потому что Редко Кто Из них хочет чего-то Они обычно хотят Очень малого Рубль Рубль Два Три Десять Вот здесь и сейчас А этот цыган Смотрел будущее Ну в общем Что хочу сказать Пока едем Вот рассуждаю Так что Кипер Это для меня Объект наблюдения Я там снимаю Некоторые видео Где инвалиды Крутые Видели У меня два видео Таких Про крутых инвалидов Которые на джипах С крутыми номерами Стоят Прям Подъезжают И останавливаются На эти вот Инвалидные места Ну такие у нас Либо это такие инвалиды Либо Они инвалиды На голову Не знаю Но Гипер Ну гипер Мы так называем Это Гипермагнит Это объект для наблюдения Где можно увидеть Много чего интересного И понаблюдать За народом Вот что я и делаю Виктория пока там покупает То есть Вот она меня сейчас снимает А я в это время Значит Веду наблюдение Ну Земля Выключай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok